Русские народные сказки Садко в подводном царстве В великом Новгороде жил-поживал молодой Садко. Богат и славен город Новгород, Палаты в нем богатые, Торговые ряды полны товаров, Церкви высокие, да красивые, Только нет у Садко ни богатства, Ни торговых кораблей, Ни лавок с товарами, А есть у него другое богатство. Гусли яровчатые, звонкие, Пальцы его порхают по золоченым струнам, Подобно белым лебедям. Голос звучит, словно чистый ручей Льет свои говорливые струны. Ходит Садко по домам богатым И поет свои песни, гостей тешит. Нет на Руси праздника без песен, А лучше нет гусляра во всем Новгороде, чем Садко. Люди за удовольствие слушать песни хорошие, Садко деньги платят. Так и жил гусляр, горе не знал. Однажды играл Садко на богатом Перу. Выпили гости, меду хмельного много, Стали гости хвалиться, кто деньгами, кто товарами, Кто полными амбарами. Стало обидно Садко. Богатство без дела по амбарам лежит. Хлопнул он кулаком по столу, оборвал струну и говорит богатеям. Будь у него столько товара, не сидел бы он тут, А снарядил бы корабли торговые, И пошел бы с товаром в заморские страны. Чего сидеть в теремах-то, да жир нагуливать? Обиделись гости, да и выгнали Садко прочь. Шапку-то следом выкинули. День прошел, два минуло. Никто не зовет его на гуслях играть. Ходит голодный Садко по городу, В богатые окна заглядывает, А там достаток полный, Вкусно пьют и едят, А его никто не замечает, В дом не приглашает. Опечалился он И пошел со своими гуслями На эльмень озера. Сел на берегу, Заиграл, запел грустные песни, Долго пел, Страдания наружу с песнями выводил. Забурлило озеро, Заходили волны высокие, Вышел из озера царь воденик, Чудище морское. Испугался Садко, А царь ему и говорит, Что Садко хорошо потешил царя его песнями, И песни-то у него Душевные. Хочет царь ему помочь, В жизни устроиться, Да и горе не знать. Посоветовал он гусляру С купцами побиться об заклад, Что живет на эльмень озере, Дива, диковинная рыба С золотым пером. Станут купцы ставить в заклад Свои лавки богатые, А Садко должен, Супротив, Поставить свою буйную головушку. Поможет ему царь водяной, Подкинет в сети, Когда будет спор подтверждать, Рыбу чудо С золотым пером. Поблагодарил гусляр Воденика И пошел в город. Стал кричать на базаре, Будто готов побиться об заклад, Что в эльмень озере Живет рыба чудо, Да с золотым пером. Сначала никто и внимания не обратил, Но старался Садко, Кричал не зазря. Скоро набежали люди любопытные, Стали сомневаться и задориться. Решили проверить, Правда ли гусляр говорит. Нашлись три купца, Готовые поспорить с Садко. Закинули сеть шелковую И вытащили чудесную рыбу. Ну, конечно ж, Ему сам царь водяник помогал. Выиграл спор гусляр. Лавки трех купцов К нему перешли. Широко зажил Садко, Богато. Только забыл, Что ему бескорыстно Помог водяник. Стал чваниться. Шапку не ломал перед людьми, Своим богатством хвалился. Говорил, Что все товары Новгородское Скупить может. Поймали его На слове купцы, Ударились об заклад. На другое утро Скупил Садко Все товары новгородские. Пусты лавки стоят, Торговать нечем. Загордился Садко, Решил, что заклад взял. Так на следующий день Лавки опять полны товарами Оказались. Новгород Большой город, Много народу приезжает Туда торговать, Невозможно скупить Все в нем. Трудовой народ Быстренько Нового товару Наготовит. Не потягаться ему С великим Новгородом. С тех пор Не стал Садко Спорить-то с городом. Отдал денюжки И опять Ни с чем остался. Надо по новой жить, Доход собирать. Построил Садко Тридцать кораблей Из украшенных дивно. Нагрузил товарами И поплыл Страны заморские. Долго ли, Коротко ли плыл По морям? Только вдруг Налетела буря грозная. Рвет, Ломает корабли, Того и гляди Потопит. Собрались корабельщики, Совет держать, Как от беды избавиться. Подумал Садко И говорит друзьям, Что много лет Они бороздят море, Но ни разу Не платили царю Водянику дань. Надо заплатить. Сбросили в море Бочку с серебром. Еще пуще воды Расходились, Норовят корабли Перевернуть. Видать, Мала дань, Еще надобно. Бросили бочку Золото. Нет пощады. Волны так и бушуют, Так и ходят. Не нужно Водянику Ни злата, Ни серебра. Не нужна ему Голова человеческая. Значит, Кому-то надо Идти в пучину Морскую К царю Водянику. Это значит, Прощай, Белый свет. Добровольцев Не найти. Но один Все равно нужен, Иначе все Погибнут. Бросили жребий, Пустили на воду Чурочки, Все поплыли, А одна Ко дну пошла. Самого Хозяина, Садко-гусельщика. Три раза Бросали жребий, Все выходило Одно. Идти К водянику, Садко. Делать нечего, Стал он собираться В свой последний Путь дорогу. Взял Не еды До воды, А гусельки И ровчатые И доску дубовую. Попрощался С друзьями-товарищами, Передал поклон Жене, Детям И поплыл На доске В далеком море. Заиграл он Песни веселые, Улеглись Волны Высокые, Корабли Пошли Спокойно К городу Новгороду, А Садко Понесло По морю Синему. Играл, Играл Садко, Прикрыл От страха Глаза, Да и заснул Крепко. Долго ли, Коротко ли спал, А проснулся Он На дне Морском, Над головой Вода, Солнышко Еле-еле Пропускает, Сумрак Зеленоватый Вокруг Колышется, А перед ним Дворец Необыкновенный, Больно Красиво Украшенный. Вошел Садко, Палаты Дивные, А там Сидит Царь Воденик С царицей Воденицей, Вокруг Трона Рыбы Всякие, Сомы Усатые, Белорыбец Толстые. Все на Садко В удивление Смотрят, А Садко Стоит Не жив Не мертв, Увидал Садко, Царь Воденик Обрадовался, Давно, Говорит, Садко Плавает По морю, А Даня Не платит, Хорошо, Что сам Пожаловал. Хочется Воденику Песни Послушать, Велит он Гасляру С утра До вечера Играть В удовольствие Царя. Взял Садко Свои Гусли И стал Играть, Хорошо Играл, Песни Веселые Да плясовые С коленцами Разными, Распотешился Воденик, Пошел Плясать И ногами Топает, И руками Машет, И полой Шубы Размахивает, Только вихрь Идет По палатам. Разбежались От страха Все чудовища Морские, Рыбы-то В щели Забились, Пол в тереме Трещит, Купола Качаются. Тут Кто-то Тронул Садко За плечо, Обернулся Царица Воденица. Говорит Она Садко, Что надо Прекращать Игру-то На гуслях. От Царской Пляски Море Разбушевалось, Тонут Корабли В море, По рекам Высокие Волны Пошли, И лодки Рыбаков Переворачивают, Тонут Корабельщики С товарами. Не мог Допустить Садко Гибели Людей Кораблей С товарами. Порвал Садко Струны Золоченые, Сломал Гусли. Перестал Царь Плясать, Успокоились Воды В морях И реках. Распотешил Садко Царскую Душеньку, Доволен Остался Царь Морской. Надумал Воденик Его Отблагодарить. Решил Он женить Его На Красной Девице. Разрешил Выбрать Любую. Водениться Ему Подсказывает Тихохонько, Чтобы Выбрал Он Девушку Чернавушку. Да Не целовал Б ее Ни за Что. Стали Мимо Гусляра Девушки Проходить. Одна Другой Краши. А уж Одеты Богато. И Жемчуга На них, И Камни, И Драгоценности, И Платья Это Заморские. Увидал Садко Чернавушку. Хуже Всех Лицом. Плохо Прибрано. Платье Старое, Потрепанное, Изношенное. Говорит Царю Садко, Что Выбирает Ее. Приглянулась Она Ему Больше Всех. Не Обманул Царь Воденик Гостя. Отдал Ему В жены Чернавушку. Выполнил Садко, И Повеление Царицы Воденицы. Не Обнял, Не Поцеловал Своей Суженой. Царь Устроил Пир На Всеводное Царство. Гостей Пригласил, Каких Не Бывало. Посидел Садко За Пиршественным Столом, Какое-то Время Потом Встал Потихохоньку И Ушел В сени. Лег На Лавку И Уснул Крепким Сном. Долго Проспал Он. Утром Открыл Глаза, А Над Ним Солнышко Красное Светит, Птички Поют, Радуются Теплу И Лету. Сам Лежит Он На Берегу Реки Чернавки, Что Под Новгородом. Не Понял Садко, Как На Родимой Сторонке Оказался. Встал Он И Пошел Кельмень Озеру, А По Озеру Тридцать Его Кораблей Плывут, Да Все Под Черными Флагами. У Пристани Жена Его Горько Плачет, Причитает, Что Не Придет Больше Ее Муж Дорогой. Но Стоит Садко На Берегу, Увидала Дружина Храбрая Садко, Удивилась, Потом Испугалась, Они Ж Его Оплакали В Море Давно, Их Садко, А Он На Пристани Живехонек Встречает, Раньше Их Прибыл. Как Обрадовалась Молода Жена Садко, Стала Его Обнимать, Целовать, Уговаривать Не ходить Больше В Море, Не печалить Сердце Ее, Не пугать Детушек Малых. Рассказал Он Своим Друзьям Сотоварищем, Что С ним Приключилось, Когда Оставил Их И поплыл На доске В море. Удивились Друзья Его Приключению, Порадовились Счастливому Концу. А Садко Послушался Своей Жены Мудрой И Не стал Больше Ходить В море С товаром. Денег И богатства У него И так Хватало. Прожил Он их До смерти, Тихо, Смирно, В городе Новгороде. Иногда Только Вспоминал Про царя Воденика, Про царицу Его, Да Про то, Как спасла Его родная Речка Чернавка, Прикинувшись Девицей. Оно Понятно. Мать Земля Русская Никогда Не оставляет В беде Сыновей Своих. Своих. Продолжение следует...